Меня зовут Евгений Бунтман, и сегодня со своим особым мнением Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты. Константин Вадимович, добрый вечер. Добрый. Давайте для начала поговорим про одиночество. Наш слушатель Дмитрий Мезенцев только что прислал вопрос. Почувствовал ли Путин свое одиночество на торжествах в Париже? И было ли это одиночество? Вот наш слушатель считает, что как-то его не очень дружелюбно встретили, и вообще читали, например, письма разных военных, а русских военных не читали по поводу столетия окончания Первой мировой войны? Трудно мне сказать, потому что я не следил особо за этими встречами. Я видел, что он там венки нашему экспедиционному корпусу ездил возлагать. Может, это компенсировало то возможное одиночество. Я не думаю, Путин так долго в власти, что такие эмоции, которые свойственны этому внимательному читателю, мне кажется, он уже забыл про эти эмоции. Одиночество, он функциональная вещь. Едет посмотреть, пожать руки, передвинуться с Трампом. Трамп у него сейчас в повестке. Нужно дать понятие, в том числе через физические какие-то контакты, что есть приязнь и что возможная встреча в Аргентине. Тем более, сегодня стало известно, что Путина волнуют переговоры о ядерном оружии. То есть, он как бы рисует площадь для возможного контакта. А втянувшись в этот контакт, можно уже расширять дальше повестку российско-американских отношений. Поэтому, я думаю, что событие, ну, я не могу за него загадывать, но оно и есть такое. И раз все державы туда приехали, руководители всех держав. Сто лет окончания Первой мировой войны. Но французы так жестко взяли под контроль сценарий. Мы же знаем, что они всем запретили встретиться. Они рассадку отменили, они по протоколу были. Вы представляете, он приходит, а по протоколу ему сообщил. Владимир Владимирович, вы сидите с Трампом. Потом приходит и говорит, Владимир Владимирович, вы сидите напротив Трампа. Новая рассадка. Почему? Ну, через стол ты же не будешь орать ему, да? А тут посадили юнкера ему еще как кого-то слева-справа. Ну, чтобы на ухо не сказать. Нет, и он с ними беседовал. Он действительно беседовал. Он точно так же мог бы и с Трампом. Но, значит, есть, а вот эта французская позиция не дать украсть праздник у французов. Они очень хотели, чтобы они были в центре внимания. Потому что любой контакт Путина с Трампом украл бы у них. Потому что хедлайнером бы они стали, да? А, во-вторых, конспирологическая теория, что все-таки некий закулисье думает о том, что Трампу с Путиным не надо давать часто встречаться и что-то бурчать друг другу на ухо. Потому что они могут договориться, и тогда их не остановить. Так было. Ну, реакция всегда негативная. Он больше года не мог встретиться. Когда встретился в Хельсинки, получился большой скандал. О чем они договорились вплоть до запрета Трампа один на один разговаривать с Путиным. Представляете, дайте такое требование американских конгрессменов запретить Трампу один на один. Потому что Трамп, типа, глупый и неопытный. Что-нибудь не то? Нет. Глупый и неопытный. В руки такого опытного хищника Путина попадет. И тот его, конечно, обманет нашего мальчика. Поэтому я думаю, что у Путина функциональный подход был. Просто подтвердить глазами, жестами, движениями, что отношения нормальными. И пусть готовят встречу. А если брать немножко шире, про Первую мировую войну, где Россия опять оказывается на некоторой обочине. Ну, может быть и справедливо. Но, с другой стороны, Россия не завершила Первую мировую войну тогда, когда завершили все остальные. Но, с другой стороны, три года участвовал 14-й, 15-й, 16-й, 17-й. Ну, и сейчас оказывается на вторых ролях совершенно. Во всем. Ну, это уже наша судьба, я так понимаю, нашей страны. Потому что в 16-м году, в январе 16-го года, Франция и Англия, министр национального отдела Франции и Англии. Я купил в Букинисте много-много томов, опубликованных секретных дипломатических документов царского времени под предлогом, что дипломатия не должна быть тайной. Это советское правительство выступало за открытую дипломатию в первые годы советской власти. Вот это вот опубликовано, там неразрезанные даже страницы. И я нахожу сообщения, наверняка они и так-то есть, но я вот тут прочитал, о том, что в январе 16-го года успехи России в Первой мировой войне были таковы, что министры странных дел Англии и министры странных дел Франции признали за Россию право на Стамбул, Константинополь и Босфору и Барданеллу. Это российское завоевание, итог Первой мировой войны с точки зрения признания этими ключевыми державами. Это прорыв в 16-го года. Да, но вы можете себе представить геополитическое значение, если бы не было революции, мы дошли. Поэтому мы выходили из этой контролировать Стамбул, Босфору и Дарданеллу, и Россия совершенно другой геополитический статус. Поэтому, конечно, то, что мы абсолютно не бенефициары, мы потеряли очень много людей. Ленин превратил войну империалистическую в войну гражданскую. Мы потеряли весьма крепкую экономику, поскольку, напоминаю, что в 14-м году самая стабильная и сильная валюта был рубль, обеспеченный золотом, там на 95 копеек из 100. И эта сила рубля держалась, по-моему, до конца 15-го года. Только в 16-м, уже когда экономика начала выходить из-под контроля, начались инфляционные процессы. Но, кстати, такая экономика, такой рубль, из-за этого рубля очень много денег иностранного капитала пришло в Россию. Поэтому потом, когда мы отказались выплачивать долги, то есть мы знаем, что долговой рынок приходит туда и тогда, когда он понимает, что валюта хорошая, надежная. И вот мы вместо победы в войне получили революцию, смену философии жизни, запрет или разгром религии. То есть все духовные ценности русского народа большевиками были растоптаны, уничтожены. И, конечно, это скорее грустная память. А почему не обращаются к этой памяти непосредственно в России? Потому что никаких нету ни торжеств, ни в 14-м году особенно не было. Ну, какие-то были, но только формальные. Не сейчас, вот, в 18-м. Почему есть только одна такая военная мифологема большая с Великой Отечественной войной? Вы знаете, ваши вопросы, я первый раз с вами беседу, да, у вас такие резкие. Почему? Как будто я знаю. Как будто я не выучил урок, не прочитал какое-то знание. Я не знаю. Нет, нет, я сам могу. Как вы думаете? Я думаю, что вот именно в силу того, что размышления на эти темы приводят нас к большевикам, к чекистам, к геноциду собственного народа, к подавлению русских крестьян в Тамбовской губернии. И когда Тухачевский направляется со своими людьми в Тамбовскую губернию и без прецедента для мирного времени использует химическое оружие против крестьян. Каждый десятый, получивший орден Боевого Красного Армии, Красного Знамени за гражданскую войну, каждый десятый человек получил за операцию против русских крестьян в Тамбовской области. До такой степени жестоко расправлялись с крестьянами. Ну и как? И все, мы должны это говорить. Мы должны, когда ты говоришь о войне, ты должен понимать, почему мы ее не закончили так, как надо, какую роль сыграли большевики, как трансформировали страну, все эти анархисты, революционеры, социалисты, к чему это привело, к какому краху. Поэтому я думаю, что когда люди думают чуть больше, они говорят, слушай, да ну нафиг эту тему трогать, потому что сейчас еще договоримся, до того, до чего не хотелось бы договариваться вслух. Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», со своим особым мнением, мы вернемся буквально через минуту. Главный редактор «Независимой газеты», Константин Ремчуков, со своим особым мнением, вопрос к вам как к экономисту. Решение заморозить цены на бензин и на дизельное топливо, это правильное решение или неправильное, рыночное, антирыночное? Опять, правильное, неправильное. Как вы считаете? Да нет, я не так. В экономическом процессе есть даже не две, а больше сторон. В политическом плане, в условиях того, как зыбко оказалось рейтинговое благополучие Путина после объявления пенсионной реформы. Как быстро сформировались небывалые высокие цифры рейтинга 18 марта на выборах, как началось такое скольжение вниз. Хотя многократно Песков говорил о том, что Путин не занимается пенсионной реформой, этим занимается правительство. Но выяснилось, что за эти 18 лет у руля население считает, что за все отвечает Путин, и ты не можешь переложить на правительство ни одного непопулярного решения. В этих условиях кто станет главной жертвой повышения неконтролируемого, но рыночного вполне возможно, если мы будем исходить из того, что процесс ценообразования рыночный. Это еще вопрос к антимонопольной службе, она должна нам доказать. Но, предположим, он рыночный. И цены мировые колеблются, вслед за ними колеблются для корпорации и точки прибыли, которым являются автозаправочные станции. Политически для Путина это очень плохо, потому что его рейтинг будет падать. И они скажут, слушайте, мы только чувака избрали на постпрезидента. И вот смотрите, пенсионная реформа непопулярная, цены на бензин приведут к росту издержек бизнеса. Рост издержек приведет к тому, что конкурентная способность упадет, доходы производителей упадут, потому что они будут больше платить по счетам нефтяных компаний. Значит, получается, что в политическом плане ему не выгодно. В экономическом плане за столько лет рынка не научится регулировать рыночными методами, тоже, мне кажется, это большой провал нашего управления экономического. Потому что все-таки время было. Одно дело, если бы вы это сделали в 1993-1994 году, когда только рыночная экономика начала нарождаться в нашей стране. Другое дело, в 2018 году, да вы что, ребят, уже времени прошло столько, что должны быть все вот эти инструменты встроенные, которые манипулируют, ну, во-первых, разобраться с этим рынком. Во-вторых, сделать рынок там более открытым. Ведь самый лучший способ борьбы с монополией – это допуск на рынок всех других поставщиков. И об этом должно думать все время государство. В том числе и через стимулирование поставок сюда и нефти. И создавать рыночные условия. Ну, конечно, потому что сколько построено за последние годы, вы когда-нибудь слышали, чтобы построили новый нефтеперерабатывающий завод. Я только знаю про борьбу за те, которые существовали. Там, в Ярославский завод, там, в Омске, по-моему, да. Они дорого стоят. Современный нефтеперерабатывающий завод может стоить от 7 до 11 миллиардов долларов. Это дорогое дело. Но зато продуктовая линейка, которую вы получаете, она, безусловно, позволяет вам удовлетворять разнообразные потребности, в том числе и экологически чистого топлива. Но самое главное – предложение увеличивается. А у нас та же ситуация, что в Иране. Вот Иран сколько лет существует. Да, у них нет нефтеперерабатывающих заводов нужного качества и количества. Поэтому у них цены на бензин все время… Нефтяная держава, вроде бы, да, цены на бензин все время высокие. Вот этот вот… При этом в Америке тоже сложно построить новый нефтеперерабатывающий завод из-за экологических требований, из-за гражданского общества. Но они модернизируют уже существующее. Но у нас же экологическое законодательство не такое жесткое. Поэтому пока вот в этой фазе развития, это государство должно думать, куда оно приходит тем компаниям, в которых у них есть контрольный пакет. Государство управляет через акционерную процедуру. Даже, предположим, нет административно-командного метода. Но в Совете директоров есть представитель, который получает директивы и говорит, вот ваша прибыль, которую вы получили в этом году, извольте заложить на ближайшие, скажем, 3 или 5 лет, не знаю, сколько надо, чтобы построить, расходы на строительство вот такого. И начинаете процедуру утверждения со всеми, в том числе по экологическим стандартам. Потому что это государство. Если бы у государства не было контроля над компаниями, в которых государство на участие, тогда одно дело. Но поскольку государство есть, почему же оно не делает наперед, особенно когда денег много, когда резервы такие, когда прибыли компании такие большие. Поэтому, конечно, с этой точки зрения это провал экономической политики и управления. И, с другой стороны, это, ну, как бы продолжается дискретация рыночных методов управления. И опять Путин это решает. Это же не Козак, который встречался, там сообщали радостно, да. Сегодня картинка главная какая. Сид Путин, озабоченный этой темой, и Козаку говорит что-то. И потом мы получаем новость, что до марта, по-моему, следующего года. До 30 лет до конца марта, да. Ну, как раз, когда произойдет сезонное повышение цен, насколько я понимаю, тогда... Ну, и посевные начнутся. Там крестьяне начнут протестать. Потому что они говорят, нам надо запускать трактора, пашни делать, а у вас цены на бензин выросли. Что-нибудь опять придумают. Пожалуйста, объясните мне дураку фразу, которую сегодня произнес Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Это я процитирую, с вашего позволения, про то, что заморожены цены на бензин и дизельное топливо. Все меры, цитирую, все меры должны быть мерами рыночного характера. Но в то же время должны присутствовать необходимые элементы регулирования рынка, которые не дадут компаниям извлекать сверхприбыль на внутреннем рынке в ущерб конечным потребителям. Вот. Это меры рыночного характера? Нет, все меры должны быть рыночного. Это первая часть предложения. Мы с этим согласны. Потому что, вот, видимо, я не видел этого заявления Пескова, но он фактически резюмирует то, что я сказал, что за эти годы все меры должны быть рыночные. А потом он переходит к классовой терминологии, сверхприбыли. Этот термин использовал Путин. Вот сверхприбыли быть не должно. Они считают, не должно. Ну, это элемент, конечно, государственного регулирования, безусловно. Но в данном случае мы видим, что этот элемент государственного регулирования возник не тогда, когда он должен был возникнуть, чтобы он должен быть встроенным механизмом. Если прибыль у вас увеличивается до такого уровня, то автоматически все рынок об этом знает. И компания думает, слушай, стоит ли нам повышать цены? Это репутационно невыгодно для компании. Потому что мы знаем, что уже встроенный механизм того, что государство у нас будет чикать эту прибыль. Ну, условно говоря, с народа все равно соберут 100 рублей. Если мы не поднимем цены, с народа соберут 50 рублей. Потому что все равно все налоги платит народ. А если мы поднимем цены, то 100 рублей соберут с народа, а нам с этих дополнительных 50 рублей, ну, достанется, скажем, 10. А 40 пойдет государству. Ну, это как бы они... Ну, это тоже, это не совсем рыночное. Это такое административно-бюрократическое вмешательство. И то, что сказал Писков, я говорю, это классовая риторика. Не должно быть сверхприбыли. Да, но тогда вы обеспечите рыночную конкурентную среду на рынке, и у вас никогда не будет. На рыночной конкурентной среде, в рыночной конкурентной среде сверхприбыли возникает только у инновационных компаний в короткое время, пока они опередили всех со своей наукцией. Только это очень короткие, как правило, несколько месяцев. Ну, это не тот случай, да. Это явно не тот случай. К выборам. Ну, так стремительно меняем тему. Их много достаточно. И все они важны. Выборы в Хакасии, где победил кандидат в коммунист. Там есть два аспекта, что, во-первых, победил коммунист. Во-вторых, он победил на безальтернативных выборах. Вот что здесь важнее? Ну, я уже высказывал здесь, что эта площадка Хакасии, скорее всего, площадка для эксперимента политтехнологического. После того, как так бездарно Зимин губернатор Дестыши проиграл здесь, то Кремль, видимо, решил потренироваться. А что можно сделать, если всех убрать? Потому что выборов еще много будет. Никто от власти не собирается уходить, как бы кому ни казалось. Но потренироваться надо. И жестких методов где-то можно применять, жестких где-то нет. И вот остается этот Коновалов. Все снимаются один за другим. Эксперты говорят, что якобы это договоренность КПРФ с Кремлем о том, что они дадут коммунистам Хакасию, а взамен те в Приморье не поддерживают Ищенко, своего кандидата, который победил в первом туре выборов. Это такой вариант, который напрашивается, конечно. Они якобы договорились об этом. И сначала все было просто. После выборов была некая растерянность. Потом начали экспериментировать. И начали экспериментировать вплоть до того, что решили ходить с урна избирательной. В том числе сначала даже на избирательных участках были. Потом возле них. Выбирать народного руководителя, куда включили 30 человек, включая действующего ИО, мэра Валкана. Смотреть, как люди будут реагировать на это. Вот это уже людям не нравится. Видимо, перегнули где-то палку против вот этого Коновалова. А люди, когда видят, что кто-то так его сплавляет жестко, откликнулись тем, что это, во-первых, пришло больше, чем 9 сентября. А во-вторых, проголосовало за него 57,57%. То есть, хуже получилось референдум, фактически, получилось. Референдум за человека, который не работал еще в должности. Референдум устраивается когда так. Не хуже. Он просто будет. Но я вот смотрю, как они действуют. Сегодня вот сообщение. У нас завтра будет публикация. Вот я уже к вам ехал, посмотрел, Иван Родин написал, что Законодательная дума Хабаровского края проведет 15 ноября в неочередное заседание, на котором Единая Россия намерена принять поправки об обязанности губернатора, который, напоминаю, от ЛДПР, согласовывать с депутатами кандидатов на ключевые посты в исполнительной власти. Это парламентская демократия. То есть, вертикаль, о которой так много говорили, представляете, чтобы Путин говорит, я хочу, чтобы у меня был вот такой-то там. А ему говорят, да нет, мы сейчас пойдем там в Думу. Если бы все свои решения в Госдуму. А здесь они собираются все сделать, и они могут его и в отставку этих, и прям по минулокатуру по этому списку. Ну, что это такое? Значит, начинается разрушение, причем мы видим, это политическая недальновидность, если они хотят сохранить президентскую республику с исполнительной власти, в угоду того, чтобы этому фургалу насолить, они хотят его первого зама, или любого его зама, или вице-губернатора, значит, иметь возможность, во-первых, утверждать, задать вопросы, а потом снимать. По мнениям Константина Ремчуков, главный редактор Независимой газеты, про дипломатию, хотел вас спросить и узнать ваше мнение. Сергей Лавров встречался с представителем движения «Талибан», запрещенного на территории Российской Федерации. Я это должен каждый раз напоминать, это Лаврову можно не говорить каждый раз, а нам за это штраф придет. Допустимый ли это союзник «Талибан» в борьбе с исламским государством, запрещенным на территории Российской Федерации? Из-за того, что американцы изменили свое отношение к «Талибану», и начались интенсивные переговоры по линии ЦРУ с руководителями «Талибана», о том, что им делать в Афганистане. Потому что они сначала думали, что Трамп будет настаивать на своем обещании вывести окончательно войска, потом Трампу министры обороны, ЦРУ, все спецслужбы объяснили, какая важна эта страна, и уходить оттуда нельзя. И они поняли, что в режиме конфронтации с «Талибаном» они не могут достичь успеха, поскольку у «Талибана» много тех, кого принято звать духовными лидерами, даже локальными. И поэтому у нас опыт большой по Афганистану, поэтому есть определенные контакты, в том числе и в «Талибане». Поэтому я думаю, для уравновешивания позиций, по крайней мере, по периметру своих границ, то, что в Сирии происходит, когда у Министерства обороны нашего, у Генштаба ГРУ, есть контакты во всех селах, у МИДы нет. Этих контактов у них нет, это инфраструктура. А у Министерства обороны есть, поэтому ключевая структура России в Сирии – это Министерство обороны, которое в каждой деревне знает, кто там главный, с кем надо вести переговоры, сдача оружия, компромиссах и так далее. Я думаю, та же тактика по Афганистану, потому что отдать «Талибан» на откуда в США нельзя, просто будет глупо. И поэтому в нынешнем режиме, когда можно все, если ты сильный, или если ты хочешь это делать, и тебя никто сильно не накажет, вполне приемлемо. Ну, какие-то странные, немного союзники получаются у России, в том числе и для борьбы со слабым государством. Тут Хизбалла, тоже террористическая организация и опасная организация, и тут «Талибан». Мы помним, что было в начале 90-х годов, каким был «Талибан». Ну, я же вам объяснил, это же не потому, что сами по себе, если американцам можно вести переговоры, почему нам нельзя. Вы знаете, у нас же весь принцип внешней политики строится последние 10 лет под этому принципу. Если американцам можно, почему нам нельзя. Да, этот принцип лишён как бы моральных оценок, потому что я как-то говорил о своём любимчике Эммануэле Канте и его жёстких моральных требованиях. И Кант абсолютно чётко выразил эту мысль, что важно не то, что делает человек, а важно то, почему он это делает. Если человек что-то делает, не отдавая себе отчёт, почему, либо это почему не содержать, а просто шёл мимо и это сделал. Это не имеет моральной оценки. А если человек отдаёт себе отчёт, почему он это делает, то у него появляется система обоснования, почему он это делает. Вот я вам объяснил, что, скорее всего, почему на этот вопрос мы отвечаем. Другой вопрос о том, что, скорее всего, мы это делаем потому, что так поступают американцы. Тогда можно сказать, во дворе. Петька прыгает в окно, и ты, как учителя, тоже прыгаешь в окно. Все побежали. Да, и я побежал. Поэтому в этом смысле тогда нет никакой морали самостоятельной, когда есть то, что все воруют, я ворую. Все бьют, я бью. Все воруют, а я не ворую. Тогда появляется мораль. Я не ворую не потому, что все воруют, а потому, что у меня есть определённые принципы. Или я не веду переговоры с талибаном, потому что я считаю, недопустимо для себя вести переговоры с талибаном. С другой стороны, вы знаете, что и оценки Россия, по-моему, Хизбалу не признала террористической. Хизбалу нет, талибан да. Нет, а вы про Хизбалу когда упомянули, тоже террористическое, они ведут деятельность. Значит, в системе нашей оценки Хизбалу не является террористической организацией. Ну, можно оставить Хизбалу в стороне. Да, нет, я имею в виду по типу, это же разделённый мир. Разделённый мир, разделённые оценки. И мы не видим общего знаменателя. Но талибан общий знаменатель, и американцы, и российская дипломатия, и российская государство считают талибаном террористической организацией. И вести переговоры, это в том числе и усилить талибан. Талибан гораздо ближе к границам, чем в исламской государстве. Ну, я думаю, альтернативы у талибана в Афганистане нет, с этим надо будет смириться. Никто не смог быть сильнее в Кабуле, чем талибан. Поэтому я думаю, что в конце концов Афганистан сдадут талибану на определённых условиях. И будут и мы, и американцы гарантами этой сдачи. А они пообещают нам там не делать чего-то. Ну, тогда пропадёт риторический такой аргумент, что вот американцы поддерживают террористов, и Аль-Каида запрещена в Российской Федерации. И то, что от неё осталось, там Джабхатан Мусор, другие организации, всевозможные сатамины, запрещенные в Российской Федерации. Вот я, к сожалению, не Лавров, мне так нельзя. И другие организации, запрещенные в Российской Федерации, американцы поддерживают, и всё время Россия их в этом упрекает. Есть ли моральное право упрекать тогда? Она же пропадёт. Это важный аргумент в риторике дипломатическом. Вы знаете, вот есть такая шутка, да? Два года с ней, жалуется один, два года с ней встречался, и всё было хорошо. А потом началось. Как тебя зовут? А ты женат? Вы сейчас мне напоминаете человека, который встает вопрос, как будто что-то родилось сегодня. Я пытаюсь объяснить, что во внешней политике нет морали. И вы не хотите это слышать, потому что вы с чистоты своих юношеских позиций хотите её видеть. Нет морали. Потому что если нам жалко было то, что происходит в Сирии, и мы вмешались, то почему-то и мы, и весь Запад, кстати, очень долго сидели и молчали по поводу того, что творится в Южном Йемене. Ну, просто возмутительно то, что там невиданные лишения простого народа, невиданные бомбардировки со стороны Саудовской Аравии. И в этот момент принц Саудовской Аравии путешествует там 23 дня по Соединенным Штатам Америки, его все горячо принимают, и ни одной публикации нигде нет. Как будто не видит, что происходит, каких масштабов гуманитарная катастрофа. Или вот эти мусульмане Рахинджи, которые были в Мьянме, и я уже говорил о том, что вышли на площадь здесь протестовать чеченцы, когда 150 тысяч их из Мьянмы вытеснили. Потом что-то произошло, видимо, не совсем моральное. Объяснили, что Китай просит Россию не поддерживать протесты против этой политики Мьянмы. И все замолчали. Сейчас оттуда вытеснено больше 600 тысяч мусульман Рахинджи. И я не вижу ни одного чеченца на улице, который бы с солидарностью протестовал против этого. Значит, есть некая договоренность. Наверняка позвонили руководству Чечни и сказали, слушай, это такая геополитическая тема, мы с Китаем не хотим ссориться из-за этого, поэтому не замечайте. И вдруг, получается, в одном случае яркая пассионарная позиция прекратить этнические чистки, а в другом случае, когда в 4 раза число жертв как бы этих этнических чисток увеличилось, вообще делать вид, что не замечает. В данном случае это мы не замечаем, в Южном Йемене Запад не замечает. Поэтому так устроен мир. Поэтому того мира, скорее всего, о котором вы мечтаете, нет. У Бабеля была хорошая характеристика людей, которые занимаются этим. Зверьё с принципами. Что такое зверьё без принципов? Понимаете? У нас осталось немного времени, и мы можем поговорить. Вы хотели поговорить, достаточно традиционно поговорить о книгах. А ещё я вспомнил хороший, в дневниках Венедикта Ерофеева была хорошая фраза. Она мне очень нравится. Всё в жизни должно происходить медленно и неправильно, чтобы не возгорделся человек. И он говорит, больше всего в людях мне нравится половинчатость и непоследовательность. Мне кажется, вот это замечательно. Больше всего в людях мне нравится половинчатость. Значит, я хочу показать три книги, которые я купил недавно в Америке и прочитал с большим удовольствием. Новая книга «Импичмент». Анализ истории импичмента в Соединённых Штатах Америки, которые, с моей точки зрения, достаточно убедительно показывают, что никакого успешного импичмента Трампа не будет. Они просто показывают, какие там ограничения. Но и теоретически, и практически кейсы хорошие. Вот этот купил книгу различных публикаций Кейнса. Просто поразился. Одна из работ его называлась «О том, что будет через сто лет с нашими внуками». И Кейнс великолепно анализирует рост экономики в 1928 году и говорит о том, что с его точки зрения накопление капитала переводит к тому, что если не будет каких-то возмущающих событий, связанных либо с войнами, либо с ростом населения, имея в виду, например, миграцию, то, что случается сейчас, то через сто лет, а это 90 лет назад, в 1928 году было написано, не будет никаких экономических проблем. Часть это решит экономическую проблематику. Но если будут эти возмущения, тогда оно не решит. То есть экономическая проблематика имеет, и тогда чаще это выходит в другую сферу удовлетворения духовных потребностей, связанных с самореализацией личности. Очень интересный, правительский, умный. Я Кейнса люблю. Хорошая вещь. Еще одна вещь, что он отмечал, отмечает, что два типа пессимизма доминирует в обществе, пессимизм оппозиции, который считает, что все так плохо, что без революции никак нельзя решить проблему в стране. А власть пессимистична, потому что он считает, что с этой оппозицией невозможно никак нормально договориться, потому что надо только мочить и долбить. И он говорит, что пройдут годы, и люди поймут, что в тот момент, когда они приняли решение начинать революцию, все было не так плохо. Потому что надо помнить всегда, что революция не решает новых никаких проблем. Она рассчитывается со старым, с прошлым. И это очень важно. Людям кажется, что революция решит какие-то новые, откроет новые перспективы. Нет. До основания. Революция всегда сводит счеты с прошлым. И никогда не позволяет ничего нам видеть реалистического. Потому что все в будущем получается не так, как задумали революционеры. И, наконец, хорошая, легкая, но очень умная книга консервативного знакового обозревателя Fox News Такера Карлсона «Щипа Фуз. Корабль дураков о современном Вашингтоне, о том, как безответственная политика с его точки зрения элиты американской довела страну до фактического раскола и расового, и политического, и этического. И Такер Карлсона сейчас является объектом атаки. Его дом атаковали. Он много борется против левых анархистов, прогрессистов. Против него они борются. И, мне кажется, просто интересно про сегодняшнюю жизнь в Вашингтоне политическую жизнь. Мало что так интересно написано. Спасибо большое. Особое мнение и рекомендация Константина Ремчукова, главного редактора Независимой газеты. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok